Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас воскресенье, 30 июня 2024 года. К сожалению, к величайшему сожалению, опять трагические новости. Побежал спасать, но он уже горел. Подробности об аварии трех фур на Тукумском шоссе в пятницу. Проявляя взаимное уважение, водители грузовиков нередко уступают дорогу коллегам. Увы, в пятницу под Тукумсом такое проявление культуры вождения привело к тяжелой аварии. Столкнулись три фуры, полностью парализовав движение в обоих направлениях. Для одного из водителей авария завершилась летальным исходом. Это сообщает ДЭКПУНТА. От имени нашего канала примите соболезнования, родственники, близкие, знакомые погибшего. Полицейские полностью блокировали поток движения на шоссе на протяжении нескольких километров. Грузовики при столкновении буквально разбросало. При ударе груз из прицепов высыпался на горячий асфальт. Водитель, съехавший в кувет с Канья, литовец Юонас, изложил съемочной группе, как все произошло. Вот его рассказ. Послушайте внимательно. Фура собиралась повернуть налево. Остановилась на осевой линии и пропускала других людей. Ну вот, этот водитель остановился перед вон той дорожкой и пропускал того, кто уехал туда. Он даже не видел, что здесь потом произошла авария. Он уехал. Этот начал ехать. Как только этот уехал, еще передо мной стояли две легковых машины. Я стоял. И вот удар. Приехала эта машина. Врезалась мне в задний левый угол. Меня как-то толкнуло и выбросило туда. Он показывает, друзья, вы понимаете. Очень сильный удар был. Из слов Юонаса можно понять, что водитель грузовика, ехавший во встречной полосе, остановился и уступал дорогу фури, ехавший перед литовцем, которая сбросила скорость, чтобы повернуть налево на менее значительную дорогу. Когда автомобиль уже полностью свернул с шоссе, остальные участники движения в полосе еще только думали о том, чтобы начать движение и стояли на месте. А уступивший дорогу водитель фуры на встречной полосе тронулся с места. Но в момент, когда собрался тронуться с места Юонас, неожиданно, по непонятным причинам, ему полуприцеп сзади врезалась другая скания. Предприятие Добелес-Дзирновникс. И Юонас, который вскоре после удара пришел в себя, поспешил на помощь пострадавшим. Он вспоминает, я бежал, смотрю, загорелось, схватил огнетушитель, тут сразу остановились машины, люди сказали, чтобы я убегал оттуда, а я этого человека, который там еще копался, он мне говорит, я права ищу. Ну понимаете, здесь так отрывки, потому что все на эмоциях было. Какие права ты в огне ищешь? Задает он вопрос. Я вытащил его из кабины, но он уже весь в огне был. Жаль. Молодой человек, скорее всего. Я видел. Я даже глаза его видел. На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. Горели два грузовика. Общая площадь горения была 130 квадратных метров. Из них 30 квадратных метров автомашины. Выяснилось, что в одной из машин находится человек. Его останки извлекли из кабины. Из остальных шоферы выбрались сами. Одного водителя увезли в больницу в Елгаву. Из одной машины высыпалась щебенка, а в другой был комбикорм. Третья была порожней. Пустая машина. Рассказывают пожарные. Из грузовиков, кроме того, вылилось топливо, которое собрали пожарные и государственная служба окружающей среды. Увы, столкновение закончилось трагически для водителя, соблюдавшего правила и демонстрировавшего образцовую культуру вождения. Друзья, я тоже весь на эмоциях. Не могу. Когда вот такое происходит, это очень тяжелая новость. Который моментально оказался в незавидной ситуации. Он не успел выбраться из кабины и сгорел. К сожалению, друзья. Ой, вот такая трагедия. Возможно, в момент столкновения погибший водитель потерял сознание. Это выяснит экспертиза. Еще раз от имени нашего канала. Примите родственники, близкие, знакомые. Соболезнования. От всей души. Примитесь соболезнования. От имени нашего канала. Вот такие трагедии. Друзья, это уже не первая новость. Вы знаете, сколько аварий, сколько трагедий, сколько гибнет людей на дорогах. На этом я буду заканчивать. Тяжелые новости. Очень тяжелые. Берегите вы себя, друзья. Но в этом случае сказать не гоняйте. Да, не гоняйте. Вот сегодня буквально мы ездили в Юрмалу. Сколько гонщиков развелось. Это, друзья, к слову. Да, это трагедия, трагедия. Она произошла. Но чтобы преть больше не происходило. Будьте вы внимательны. Водитель, я к вам обращаюсь. Как к мотоциклистам, тоже гонщики. Куда вы торопитесь? Мы едем под 100 километров. 95 в среднем. Нас обгоняют, как стоячих. Нас обгоняют, как стоячих. Куда? Юрмальская дорога. В направлении Юрмала, я имею в виду. Вот из Юлгавы. Как едешь через... По Калцинскому, да, шоссе и дальше туда. Через Лепайский мост. И пошел туда направо. В сторону Юрмалы. Кау говорит. Господи, там такая извилищая дорога. Куда вы несетесь? Куда? Или вы что? Вы хотите, чтобы вы 150 ехали? Или вы хотите, ну, 120 мы ехали? Мы едем по правилам. А вот вы не по правилам едете. Мало вам до этих аварий. Не дай бог, конечно же. Когда у нас будет культура вождения, друзья? Когда? Что-то с каждым месяцем, с каждым годом все хуже и хуже становится только. Да, вот пользуясь случаем, может быть, до кого-то дойдет. Нет, не доходит. Но, может быть, до кого-то и дойдет. Зачем вы так носитесь? Куда вы несетесь? Обогнали нас опять, смотрите. Обогнали. Одна машина нас обогнала. Вторая. Так. Где мы встретились? Догадайтесь. Где мы встретились? Мы встретились на перекрестке. Да. Буквально не прошло и 30 секунд. Мы на перекрестке. Ту машину, которая первая нас обогнала, и вторая. Стоят на перекрестке. Зачем вынеслись под 150? Зачем? Я, наверное, друзья, скоро буду начинать ставить видео вот этих всех гонщиков, которые нас обгоняют. До того все достало, до того все надоело. И, главное, так подрезают. Да ладно, что подрезают. Так на какой скорости еще подрезают? А им не терпится верениться. Вот сейчас мы ехали под вечер. Сейчас время 19.27. Мы приехали где-то в районе 6 домой. Ну, все с моря едут. Ну, там такой поток машин. Куда вы несетесь? И, главное, они смотрят, как на самолете летят. Ну, подрезают. Вы понимаете, что место пустое. Несколько сантиметров им надо, чтобы подрезать машину. Зачем? Что вы этим показываете? Что у вас крутые машины? Да ничего у вас крутого там нет. Вы показываете свою вот эту вот. Во-первых, вы подвергаете опасности других участников дорожного движения. И подвергаете опасности себя. Еще неизвестно, кто у вас там сидит. Вы с детьми лихачите или нет? Друзья, вот такая трагическая новость. Но это пускай будет уроком. Может быть, до кого-то дойдет. Хоть из тысячи человек до одного дойдет. Куда вы несетесь? Ну, куда вы несетесь? А? На кладбище? На кладбище. Так мало того, что вы на кладбище несетесь, еще других туда тянете за собой. Все, друзья, я буду заканчивать. Вот такие вот новости. Я сказал сразу, что трагические новости. Но вы меня знаете. Я никогда не смолчу и не буду я чего-то там стесняться и кого-то я там бояться. Когда касается жизни. Жизни. Вот именно, когда касается это жизни. И тем более вы создаете опасность. Ну, миллион процентов. Ну, куда вы несетесь, а? Спасибо большое всем здравомыслящим зрителям, подписчикам особенно, тем более подписчикам нашим. Большое спасибо за то, что пишете комментарии, ставите лайки. Зрители, кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Да я не могу терпеть уже, друзья, сколько можно, а? Ну, сколько? Лето. Вроде едем. Настроение такое отлично. Нет. Надо. Не терпится. Кому-то не терпится на пять тысячных секунды, может быть, миллионных, раньше приехать домой. Да? Домой? Или куда вы? Или на кладбище вы торопитесь. Еще раз повторяю. Куда? Даже вы на пять секунд раньше приедете. Ну, максимум на тридцать секунд. Ну, так несутся, друзья. Там такая дорога. Вот это извилистое. Еще раз повторяю. Несутся под сто пятьдесят. Вам что? Действительно, дуракам закон не писан, да? Пускай. Пускай. Кто хочет, тот пускай обижается. Кто понял, поймет, тот поймет. Все, друзья, заканчиваю. Тяжелые новости. Трагические новости, конечно. Еще раз повторяю. Родственники, близкие погибшего, примите наши соболезнования. Да. До свидания, друзья. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Ну, вы посмотрите, сколько аварий. А культуры, как не было, так и нет. Несутся. Несутся друг перед другом. Выеживаются, показывают они, кто круче, кто быстрее. Кто быстрее рванет. Да у меня под капотом 163 кобылы. Ну, я бы тоже мог бы рвануть. И вы бы остались, бог знает где. 200 за 10 секунд, максимум за 15 километров могу набрать. Ну, зачем вы это делать? Повторяю. Я говорю, 163 кобылы. Лошадиных силы. 120 киловатт. Нет. А еще, главное, обгоняют. Еще посмотрят. Кто за рулем едет? А, ну да. Дед лысый. Дед с седыми усами. Может быть, кто-то это увидит в видео. Кто нас все время обгоняет. Нас уже очень много кто знает. Ребята вы, ребята. Молодежь вы, молодежь. А основной своей массе молодежь. Да я больше ничего, чем уверен. Вот наш возраст, он не будет. Не исключено. Может быть, и есть. Типа у него джипик. Что толку, что у тебя джипик? Ну, что толку? Я тебя сделаю, как этого. Прямо в 2 секунды. Оставлю тебя позади за несколько сот метров. Прямо 2, 1, 2, 3. Все, ты меня не увидишь. Повторяю, 120 киловатт. Машина легче, чем ваш джип. Я ж могу улететь, как на самолете. Еще крылья только приделаю. Ну, зачем это делать? Все, я высказался. Спасибо, друзья. Вот хотел я. Не могу просто. До свидания, друзья. Спасибо большое всем.